приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут ольга и сегодняшнее видео это третий старт формате совместного проекта трио старты май значит сегодня у нас уже 14 мая и я начинаю новый процесс напомню что организовала данный проект светлана с канала связано спицами светлана на нее и на участниц этого проекта я оставлю ссылочки в инфобоксе сама поражаюсь какие интересные вдохновляющие вещи девочки вяжут конечно же смотрю всех еще не всех успела просмотреть даже за второй день поэтому еще у меня много вдохновения впереди но вам рекомендую пройти к девочкам и посмотреть какие интересные задумки у них какие вдохновляющие изделия они начинают вязать вяжут как аксессуары так и большие плечевые изделия поэтому проходите не пожалеете ну а я сегодня начну тоже не маленькое скажем так изделие для себя я буду вязать летнюю маечку прошлые два старта у меня были небольшие но этот будет у меня наверное заменит все три старта сразу потому что я буду вязать эту маечку крючком а крючок для меня это ну и он идет у меня дольше чем на спицах если бы я вязала поэтому придется повозиться наверное как если бы я вязала джемпер полноценный но тем не менее мне хочется попробовать для этой маечки я решила использовать вот такую вот пряжу вы видите ее сейчас у себя на экране посмотрите это пряжа yarnart summer в ней состав 70 процентов хлопок 30 процентов вискоза 100 граммах 350 метров цвет 50 вот такой вот рекомендации по спицам у нас вот здесь вот очень плохо видно но я вам скажу что рекомендуют вязать на спицах три с половиной крючком троечка что хочу еще сказать по поводу этой пряжи я покупала эту пряжу еще в прошлом году и пыталась начинать из нее вязать брала я в принципе эту пряжу под определенный проект я хотела вязать из нее ажурный джемпер я вам даже сейчас покажу образец я отвязала образец на спицах вот такой вот у меня образец и откровенно скажу мило мне вообще не понравилось как как у меня получился этот образец как это пряжа себя ведет я поняла что это очень сложная пряжа в работе она очень непослушная скользкая но в принципе можно было предполагать можно было бы предполагать если бы у меня на тот момент был побольше опыт что вот такая вот ниточка видите вот блестит это ниточка вискозы то есть на хлопковой нити хлопковая нить оплетена такой блестящей ниточкой это нить вискозы и вот это вот вискоза я вам сейчас покажу на каком-нибудь клубочке где-то я видела вот посмотрите как она пушится махрится если ее чуть заденешь не так как надо она начинает вот так вот махрится и представляете что в изделии вот будет зацепляться без конца допустим вот здесь вот у меня вот есть и вот такие вот непонятные петельки получаются ну то есть мне вообще не понравилось конечно с этой ниточкой работать но тем не менее она у меня лежала это пряжа у меня четыре моточка вот такой пряжи 4 я вам не буду доставать он рассыпался весь но он уже пришел ко мне в таком состоянии эти хотя бы еще более-менее целые я их положила и старалась не трогать и в общем я решила что все равно нужно эту пряжу покорить хотя бы попробовать ее в крючке возможно что в лицевой глади было бы неплохо если бы я могла вязать на деревянных спицах возможно было бы лучше но у меня нет деревянных спиц я даже не могу попробовать связать на деревянных спицах какой-то образец но тем не менее я слышала и видела какие изделия вяжут девочки из такой пряжи и лицевой гладью получается у них красиво и с каким-то узором на спицах и также крючком ее вяжут я решила попробовать вот мне одна моделька пришла в голову и именно вот эта модель связана из этой пряжи я решила почему бы вот и не применить ее в данное изделие поэтому я решила что я буду вязать крючком эту пряжу и у меня будет такая летняя маечка состав это конечно очень хороший но вот покорить эту нить все-таки для меня пока сложно я еще не знаю какой крючок я буду использовать но подберу посмотрю какие у меня есть у меня правда китайские крючки у них нумерация вообще не понятно какая идет но я попробую методом научного тыка как говорится что-нибудь подобрать в общем пока я отключаюсь и подключусь к вам чуть чуть попозднее покажу что у меня начало получаться вот мое второе подключение покажу вам небольшие свои передвижения небольшие во первых для меня это все в новинку и пряжи на крючке и крючком такое изделие поэтому ну вот сколько получилось только я вам и показываю я думаю вы видите уже примерно как будет выглядеть это маечка если вам не понятно то я думаю в дальнейшем если вы подпишетесь на мой канал вы увидите все мои продвижения в моих процессах значит здесь будут вот такие вот бретельки возможно это даже похоже на чайку да я не знаю как вяжут чайки крючком возможно это и есть такая чайка я пока только хочу научиться вязать чайку спицами ну вот здесь вот такая вот модель она мне все-таки напоминает чайку потому что у нас идет идут прибавки только вот посередине спереди и посередине сзади получается и здесь в этой модели вот вяжутся вот таким образом как бы филейной вязкой вот такой вот вяжутся бретели будет v-образный соответственно вырез вяжутся бретели отвязываются они на необходимую высоту потом будут сделаны проймы так скажем подрезы и будет связан снова треугольник уже по телу и дальше полотно будет вязаться прямо но я конечно наверно плохо объяснила непонятно но я повторюсь кому интересно смотрите за моими дальнейшими продвижениями и вы будете видеть что получается в итоге значит вот что я пока связала пробую все пробую потому что во первых и длину горловины нужно было подобрать какая чтобы она была не слишком глубокая и не слишком маленькая ну мне кажется вот это вот нормально у меня получается горловина я же все-таки надеюсь что я буду под этой маечкой носить белье поэтому мне нужно чтобы она нигде не выглядывала то есть ну я подумала что это будет оптимальный вариант вот и теперь я буду продолжать вязать дальше конечно вяжется то в принципе не очень долго единственное что я еще тот крючка вяз и ну вот что у меня сейчас получается мне нравится надеюсь что с этим процессом у меня все сложится и пряжа на наконец-то будет реализована в общем вот на этом я пока заканчиваю и вечером еще подключусь покажу что успела связать за день и так тороплюсь скорее подключиться к вам и показать уже свои продвижения за весь день сейчас прям вот сидела старалась поскорее довязать последний ряд на сегодня я думаю что я уже больше продвигать не буду пока этот процесс до завтрашнего дня значит что у меня получается как видите я вывязала ширину тех бретелей какие у меня будут дальше здесь уже пойдет отделение на проймы и будет вывязываться уже получается дальше тело тело этой маечки ну в общем я конечно же воскресенье покажу что у меня получается в итоге вот сейчас на таком этапе мне кажется вот эта ширина будет достаточно нормально смотреться то есть бретельки вот такой вот ширины интересно конечно вяжется в принципе не так уж это все и долго мне уже даже я уже вошла во вкус мне нравится что получается да еще по поводу крючка я наверное вам не сказала я подобрала крючок себе вот это китайские крючки на них не непонятно какая нумерация вот у меня двойной 5 и 6 конечно это не пятерка это я брала крючок два с половиной он меньше этого и крючок номер три я брала опять-таки нумерация китайская он больше меня устраивает как смотрится и вяжется полотно вернее пряжа этим крючком поэтому я его взяла какой номер я вам если честно даже не подскажу какой наш российский номер это будет и на данный момент вот что у меня получается кому интересно посмотреть результаты недельные по всем трем процессам пожалуйста подписывайтесь ждите итоговое видео которое выйдет воскресенье не забывайте ставить лайки пишите свои комментарии проходите к девочкам смотрите что начали и уже связали они а я как обычно с вами не прощаюсь а говорю вам до новых встреч пока